Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Приветствую всех полуночников, всех сов и людей, которые стали жертвами ночного образа жизни. Или бессонницы, мои хорошие, или бессонницы. Честно сказать, сегодня у меня были планы никуда не выходить, ничего не говорить. И вообще, просто, знаете, положить на все, на всех, честно. Но потом, как-то так, как-то так я переоделась. Зашла к себе в спальню, уже хотела ложиться спать. И у меня глаз упал на один из моих, на один из моих любимых ароматов. А я люблю на ночь немножечко, знаете, так чуть-чуть, слегка, чем-нибудь взбрызнуть, знаете, как себя взбрызнуть. И я, вот мой любимый аромат, один из любимых. И я так бодренько. Килиан. И я так бодренько сбрызнулась. Слушайте, у меня столько энергии появилось. Так я думаю, да погоди. Так я еще ничего. Я еще бодрячко. Мой хороший, это такая прелесть, Килиан. Это вообще. Это тот Килиан, который с листом смородины. Такой неординарный такой аромат. Наверное, они всем понравятся, но мне нравится. Вот не знаю, кто пользуется. Напишите отзывы. Правда же в этом что-то есть, да? И как-то у меня силы появились. Думаю, нет, нет. Все, не буду я затыкать рот собственной совести. Пойду-ка я с вами пообщаюсь. Да. Пообщаюсь. О чем будем общаться? Расскажу, чего я сегодня делала. Сегодня был очень насыщенный день. Непростой день. Мне сегодня приспичило наводить порядки. Я перебрала все свои специи. Баночки, скляночки. Создала новые специи. Сделала сборы из разных остатков. Которые соединяются, объединяются гармонично. Я это все смешала в одни баночки. Другие опорожнила, третий вымыла, четвертый выбросила. В общем, грандиозную уборку устроила. А знаете, у меня в специях навести порядок, это как мужчине в гараже практически. У меня очень много всяких разных специй. И я там навела порядок, представляете? Представляете? Съездила на новую почту. Получила посылки. Ой, мои хорошие, какие посылки. Какие посылки? Покажу, покажу. Потом, что потом? Ага, заехала еще в магазин. Потом у меня, значит, большое счастье иметь взрослую дочь. Потому что я ей приготовила ингредиенты, поставила варить яйца и сказала, все порежешь, все приготовишь. А я уже только пришла на готовое, все смешала в кочу, заправила майонезом, сделала крабовый салат. Но все ингредиенты нарезала Анюта и следила за яйцами. И тоже их нарезала, соответственно. То есть прелесть прелестна. Я просто ей все выложила, что нужно использовать, и поставила варить яйца. И все, и ушла работать, потому что у меня сегодня был прием. Так, что я потом еще делала? Что я еще делала? Что я делала еще? А, начала отдраивать всякие разные, знаете, возле столешницы, всякие там для мочалочек, всякие баночки. Баночки из подмоющих. Там у меня крем для рук стоит, такой из дезатора. И знаете, он-то нормальный крем, а сверху все равно уже такой какой-то заляпанный. Все это начала выдраивать, вычищать. В общем, я так замахалась. В итоге заходишь на кухню, ничего не заметно. Все так же. Ну, как было. Ну, как было, так и есть. Но я же там провела два часа. Я же два часа реально не разгибаясь, что-то делала. Незаметно. Посмотрите. Сняла там разные чаи, кофея, протерла эту микроволновку, подраила. Подставочку для чайника там хорошенько все это подраила, помыла. Потому что все же жир везде. Это же кухня и так или иначе попадает. В общем, чем я занималась? Понимаете? Это если присмотреться. Я-то знаю, куда смотреть. А вот так заходишь, никаких следов. Никаких следов моего присутствия практически, понимаете. Все же где-то в ящичках. Но два часа работы. Спина болит. Я уже думала, все, не буду, не хочу, никуда. Я говорю, вот только благодаря, благодаря, понимаете, хорошим людям, которые придумали этот аромат. Боже, еще и бутылочка, сам флакон потрясающий. Вот так и хочется. Так взять в руку, да? Так взять в руку. Кому-то в лоб так припечатать. Пим! Правда? Пим! Да. Такое настроение. Такое. Ой, кстати, больно. Такой классный флакон. Хорошо, что я ими пользуюсь не часто. И я надеюсь, у меня там еще половинка есть. Потому что часто такими не будешь пользоваться. Они такие, знаете, под настроение. Под настроение. Но вот прям одни из любимых. Так, ну что, показать вам, что я прикупила, да? Что я получала на почте. Ну, давайте покажу. Раз уж мы тут с вами секретничаем. Буду показывать свои обновочки. Ой, ну не знаю, только не ругайте меня. Не ругайте меня. Ну, в общем, я повелась на еще одну сумочку. Ну, да. Да, 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 да. Но ничего я не могу с этим сделать. Понимаете? Я ее увидела. Вот я ее увидела. И у меня было такое ощущение, что я ее, знаете, искала всю жизнь. Знаете, как в это Москва слезам не верит в этом фильме, да? Как долго я тебя ждала. Понимаете? Вот это вот у меня такое было. Как долго я тебя ждала. И я сразу не делала этой непродуманной покупки. Я сначала посмотрела на нее и закрыла сайт. Потом как-то зашла на этот сайт снова. Опять ее увидела. И снова у меня, знаете, желание внутреннее. В общем, я ее раза три или четыре или больше даже. То есть я многократно на нее любовалась. Она постоянно висит и висит и висит. Но дело в том, что сумки эти делают, шьют их на заказ. И шьют в Украине. Украинский производитель из итальянской кожи. Итальянских всех вот этих вот штучек. Но шьют у нас в Украине. Поэтому, собственно, очень-очень это было интересно. Сама модель представлена как бы на сайте, это знаете, украинских дизайнеров. Сайт украинских дизайнеров. Вот там разные украшения дизайнерские, сумочки там разные, там шоперы всякие там, ну много там всяких аксессуаров. Вот и сумки. Я вам скажу. Это вообще бомба. Она такая классная. Она оригинальная. Она необычная. Она запоминающаяся. Это неповторимая вещь абсолютно. Понимаете? Ты смотришь на нее и понимаешь, что во всем городе ты будешь одна с этой сумкой. Ну, может быть, еще где-то у кого-то будет спрятана на дальней полке. Но ты будешь реально одна с этой сумкой. Ну, если на каком-то мероприятии, так точно только ты будешь звезда с этой сумкой. И это сделано в Украине. Поэтому, мои хорошие. Поэтому я не выдержала. Не вынесла, да. Не вынесла я испытаний. И купила. Ездила, забирала. Сейчас покажу. Вы меня поймете. Вы меня поймете. Сейчас покажу. Смотрите. Ну, согласитесь. Вот согласитесь. Это круто. Во-первых, оригинальная форма. По бокам такие замочки. Ну, сразу скажу. Чтобы этими замочками не воспользовались разные жулики, мне пришлось с той стороны, с обратной заблокировать вот эти молнии на всякий случай. В общем, я сделала так, что они тут не открываются. А то мало ли, знаете ли, да. Так раз кто-то подошел. Нет, дудки. Они рабочие, но я их заблокировала с двух сторон. Вот эти молнии. Заблокировала. Так что остались только как декор. Смотрите, какая зачетная сумка. Вы понимаете? Смотрите. На цепочках. Длинный ремешок. Ручечки. Смотрите, какая. Боже. Очень хороший, нерезкий запах кожи. Знаете, такой вкусный, вкусный прям. Так вот замочек у нас открывается. Я не скажу, что она очень-очень-очень габаритная. Но такая. Два кармашка здесь боковых и одно отделение. Поняли? Два боковых кармашка и одно отделение. Но кошелек, расческа, зеркальце, телефон, ключи, какие-то влажные салфетки. Вот видите, вот так смотрится. Ну и вообще, мусточки от солнца. Много чего сюда поместится. Ну, естественно, без литра молока и буханки хлеба. Вот. Но для таких целей у меня есть другие сумочки. Такие ближе к шопперам. А это, конечно же, такой вечерний вариант. Ну или вообще прогулочный. Знаете, прогулочный. Почему я купилась на эту красоту еще? Потому что у меня есть палантин. Леопардовый. Вот такой леопардовый палантин. А еще я подумала. У меня дочь. Взрослая дочь. И она же себе пальто кашемировое прикупила. Она на день рождения очень хотела. Беж. Помните, я вам говорила? Бежевое пальто кашемировое. Под это бежевое пальто. Такую сумочку. Она же у меня будет просто звезда. Ну. Я же щедрая мама. Я поделюсь. Пусть ребенок иногда берет. Не, ну не в школу уж понятно тягать. Но так и что школа. Последний год. Знаете, ходить куда-нибудь там. На свидание, например. Вот, ну а вообще-то это, конечно, моя. Не, ну я намерена, если что, делиться с дочкой. Пускай пользуется. Пускай берет. У меня есть этих сумок. Заборись. Пусть берет, конечно. Но, вообще-то, конечно же, это моя. Ну, Анина понравилась. Аня такая выходит. Ого! Такая, знаете, первая реакция. Ого, мама! Аня тебе понравилась. Зарослеет ребенок. Вот такое донышко, видите? Такое донышко. Здесь нет ножек, но как бы сделано просто вот такой бортик. Поняли? Ножки не используются, но как бы бортик выступает. В общем, вот такая красота. Вы меня понимаете, да? Смотрите, какой леопард. Не леопард, а леопард. В общем, сумка вещь. Очень интересная. Оригинальная. Ой, прям вообще. Прям вообще. Да. Еще один подарочек себе сделала. Сейчас покажу. Вы поймете, почему я не могла себе в нем отказать. И снова это украинский производитель. Ребята, которые делают потрясающие вещи. Для меня созданные. Показываю. Заодно покажу свой рабочий стол. Ну, не все же видели, что у меня творится на рабочем столе. Есть шанс поглядеть. Внимание. Итак, мой рабочий стол. Как это выглядит? Вот, видите, вот он компьютер. Вот он, мой рабочий стол. Здесь у меня записная книжка. Там колоды с картами. В общем, вам не видно, но там колоды с картами. Поверьте на слово. Пять колод с картами. Чашка, видите. Там такие записи. Дракончик у меня. Сейчас. Вот, видите, тут дракончик мой висит медный. И мой рабочий стол. На рабочем столе. У меня лаванда, собственно, ручно собранная. Свечи. Свечи рабочие. Вот они уже такие, ну, рабочие, в общем. Я их использую ежедневно. Вот такой вот бычок. Это символ Крита. Это сувенир, который я привезла из Греции. Я его использую, видите, для своих перстней. Вешаю. И кольца на него некоторые. Вот. Дракоша здесь, конечно же. Замечательная кукла ручной работы. Эту куклу мне прислала одна из телезрительниц. С просьбой выставить ее на аукционе. В общем, эту куклу я сама выкупила. Лично от меня, от себя добавила 500 гривен. Ну, я так прикинула, сколько я могу выделить. 500 гривен за нее выделила на ЗСУ. И вот эту вот замечательную куклу. Вот. Нет, мы не ЗСУ собирали. Мы собирали, знаете, куда? Мы собирали на Харьков для собак. На корм. На корм это было. Это было на корм. Это были аукционы на корм. Благотворительно. Я продавала всякие разные штуки. Игрушки, скорби. Помните? И вот эту замечательную куклу мне выслала подписчица. И я ее выкупила. Потому что я же феечку. Помните, у меня феечка была? И феечку я в итоге... За эту феечку внесли 50 долларов с просьбой оставить ее у меня. Потом в мой дом пришла маленькая девочка трехлетняя. И когда я увидела ее глазки, этой девочки, я просто, ну, не смогла. Я не выдержала. И я посчитала, что это настоящая хозяйка этой девочки. Я эту куклу подарила. Но так как совсем без феечки как-то грустно, поэтому осталась вот эта замечательная мадам. Замечательная мадам. Причем кукла, видите, вот это абсолютно ручная работа. Полностью ручная лепка. Так здорово. Но, не знаю, она мне прямо запала в душу, поэтому я ее оставила. Так, ну, тут, конечно, Лева у меня. Вот такой замечательный герб со львом. Вот здесь мои разные принадлежности. Это скоробей из Египта. Тут масло. Масло, знаете, какое масло? Масло чайного дерева. Кстати, очень качественное, очень хорошо для разных целей. Ну, я им втираю, знаете, в кутикулы, в ногти втираю, потому что укрепляет ногти очень хорошо, потому что у меня что-то проблемы с ногтями. Так, дракоша. Этого дракошу я привезла из Черногории. В общем, все вот так смотрится. Так, давайте, фокусируем. И самое интересное. Па-бам, мои хорошие! Зацените, сейчас я это подсвечу. И вы поймете, почему я не могла отказаться от этой красоты. Посмотрите. Это рамка с зеркалом. По моей просьбе, в эту рамку сразу вставили зеркало. Но ее, конечно, можно использовать как и фоторамку. Ну, либо для каких-то, мало ли, кому чего хочется. Может, какие-то коллажи, фото. Но у меня зеркало в данном случае. Видите, вот меня видно. Смотрите, какая работа. Рамочка в виде такого замка. Арка, входная, ворота, да? Как бы ворота замка. Они, видите, с такими драконами невероятной красоты. Очень красиво все детали изображены. Очень классные драконы. Смотрите, какое лицо. Класс. Я просто влюбилась в это зеркало, в эту рамку. Я не смогла себе отказать. И, в общем, я заказала. Я заказала. Можно было побольше. Ну, в общем, заказала вот такое. Небольшого размера. Но там вообще-то можно было большие заказывать. Прям. Слушайте, ну это же бомба. Ну это же просто мое. Понимаете? Вот создана. Вещь создана для меня. Так что вот такой рабочий стол у меня. Вот так это все вместе. Вот так это все вместе смотрится. Спросите, кто же, кто же на этом фото? Это мои родители. Мама и папа. Мои родители. Вот так. Ну вот. Вот, показала. Понимаете? И я за этим всем добром поехала на новую почту. Лично это все получать. Потому что в руках это было неудобно нести. Например, чтобы там Аня сбегала. Да? Все-таки зеркало, рамка. Не рискнула. Поэтому пришлось ехать лично. В общем, и так как-то вот и день прошел. Ну, у меня еще, правда, был прием, нужно сказать. Потом сегодня приходила Наталья. Мы еще с ней посидели. Посплетничали, знаете ли. Попили чайку, кофейку. Да? И день прошел. Знаете, что я сегодня наблюдала? Сейчас я вам покажу. Кстати, обратите внимание, какая у нас сегодня фоновая музыка. Значит, специальная лечебная музыка для снятия усталости. Это для меня. Честно, я так вымахала, сил нет. Вот если бы не вот эта прелесть, келяновская, вот эта вот прелесть, я бы уже спала. Я бы уже сдохла совсем. А так прям, знаете, какой энергетик какой-то. Прям вот энергетик. Надо же так талантливо сделать. Ну, очень оригинально. Не заезжено, да? Не заезжено. Такой аромат. Ох, бодрит. Так. Я сегодня, знаете, что видела? Я сегодня видела выступление Патрушева, который зачитывал, значит, похвалу Путину в каком-то прошлом времени. Я вот не поняла, это так и было? Ну, это не по приколу? Знаете, у меня была такая мысль, знаете, может быть, текст, ну, как-то озвучку подправили, то есть Патрушев рассказывал о том, какой Путин замечательный, хороший, прямо, понимаете, спаситель Отечества был. Вот это все у него было про Путина в прошедшем времени. Вы слышали? Ну, сейчас много это обсуждают, сегодня обсуждали, по крайней мере, много. Я же все в делах. Вот послушайте. Общество ждало решения социально-экономических проблем, укрепления национальной безопасности. Сейчас Путин. Требовался лидер, который смог бы поставить по главу угла вопросы благополучия населения, проявить высшие человеческие и организаторские качества, волю и самоотверженность. Таким лидером стал Путин, который сначала был председателем правительства, а затем избран президентом. И в соответствии с Конституцией занял должность председателя Совета безопасности России. Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи, которые следует решить для ее достижения. Последовательность шагов, а также необходимые для этого силы, средства и ресурсы. При этом сознавал критическую важность эволюционного подхода, противовес революционным скачкам, всегда ослабляющим государство российское. Верил в людей и надежность их поддержки. Верил, да, разуверил. Он признанно взял на себя всю ответственность за спасение Отечества. С чего бы это? Нормально вообще? То есть все в прошедшем времени абсолютно. Это действительно так прозвучало таким некрологом абсолютным. Я, конечно, понимаю, что если это оригинальное выступление, то, скорее всего, он, наверное, имел в виду что-то такое на подсознательном уровне. У него вот это вот все в прошедшем времени, знаете ли, нарисовалось. Конечно, вряд ли текст писали таким образом, чтобы был такой косяк. Но есть такая фишка, как подсознательность, понимаете, когда человек на подсознательном, по Фрейду, знаете, на подсознательном уровне выдает некий текст, некие словечки, да, вдруг. И вот это бесконечное был, 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 все в прошлом времени. Вы же понимаете, что это не просто так. Ну, не просто так. В таком случае можно было сказать и был, и есть, да, и понимает, и понимал, и понимает, и продолжает, и спасал, и продолжает спасать. 20 лет все спасает, 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 никак не спасет. Но это не важно. В общем, я, в общем, с этой прелести просто так, знаете, прикололась, честно скажу. Это было очень забавно. Знаете, что я подумала? Нужно сделать расклад на Патрушева, потому что многих интересует, что же ждет самого Патрушева. Так я вам скажу, Патрушева ждет башня. Башня, причем какая-то башня от короля мечей. И никакого светлого будущего у Патрушева не будет. Вот что я вам скажу. Да, сначала что-то неплохо, какие-то такие силы, усиления, какие-то неплохие карты, но заканчивается все это башней по королю мечей. Ну, переворот это или не переворот, или просто кто-то надает, по шапке. Да, возможно, это, кстати, заболевание какое-то. Говорят, у Патрушева тоже онкология. Очень даже может быть. И король мечей по башне, это может быть операция какая-то. В принципе. Но ничего хорошего однозначно. Башня по королю мечей. Так что, да, такие дела, такие дела. Вот этот сам некролог по Путину потом прекрасно смогут использовать и для Патрушева. Да. Только фамилию поменяют. Такие дела. Такие дела. Наверняка же интересно. Что же ждет самого Патрушева? Ждет его два квадратных метра. Так же и как его, этого бывшего, бывшего, святого предводителя России. Вот кто-то его и ждет. Больше ничего хорошего. Такие дела. Такие дела. Что еще хотела сказать? Было очень много комментариев по поводу этого расклада, который мы делали с вами на майора погибшего от взрыва гранаты. И вы мне там понаписывали в телеграм-канале, вы что-то видели, а что-то уже там какой-то допрос, и уже есть данные. Мои хорошие. У меня есть своя информация от высших сил. И если я вижу, что это убийство, если я вижу, что этот взрыв должен был произойти при других обстоятельствах с большим количеством людей, и при этом взрыве должны были погибнуть и женщина, и жена, и ребенок, и еще какие-то коллеги, то вот так оно и есть. А то, что там вы прочитали в телеграм-каналах, то, что показали, то, что сказали, это все версии, и это, возможно, то, что нужно преподнести людям на момент следствия. Я не знаю, что и почему я эти все версии не смотрю, вот эти все телеграм-каналы, у меня нет на это времени. Но я знаю, что это было убийство. И это убийство не связано никак с офисом президента. Не надо мне ля-ля. Не надо мне, не будьте у то вы, как у то Русняута, понимаете? Не надо, нет. Непосредственные исполнители, они в Украине. Кстати, вот эта карта прошлого, я, знаете, я еще проанализировала, это может быть и люди, знакомые с ним из его прошлого. Потому что было 10 кубков и карта прошлого. И я, знаете, я это прочитала, как люди, которые в прошлом имели большую значимость в Украине. Но это может быть из прошлого, как семья, как его семья, этого майора. И это люди из прошлого, то есть знакомые, например. Какие-то люди, знаете, которые имеют отношение к его семье, либо раньше имели отношение, знакомые, понимаете? Это может быть еще и так прочитано. Потому что 10 кубков в прямом как бы значении это есть карта семьи. Не только страны Украины, да, но и там именно, именно семьи непосредственно. Вот, то есть это все-таки это были люди-исполнители в Украине, но проплачено это было и заказчики в России. Вот, так что даже вот не пытайтесь меня склонять, потому что я сама всех посклоняю, понимаете? Я знаю, что я говорю. Я уверена. Уверена практически. Знаете, как, ну, нельзя быть на 100%, на 100% идиоты только уверены в своей правоте. Но вот 90%. Только где-то что-то может быть там, знаете, нюанс. Но вообще 90% я уверена. Кстати, вы видели, что происходит? Тяжелая техника. Тяжелая техника уже на левом берегу. То есть форсирование Днепра произошло и уже техническое вот такое тяжелое. А я говорила, а я говорила, а я говорила. Ну вот. Такие дела. Так. О чем будем еще говорить? Я вам рассказывала, что я заказала таки эту карту жрица? Рассказывала? Да. Отдельную карту я заказала. Жду теперь. И, ну, вместе с этой жрицей еще новую колоду заказала. Очень интересную такую колоду. Ну, она все равно классическая. Но просто иллюстрации, как по мне, очень классные. В общем, заказала еще новую колоду. Придет, покажу вам. Ну, и буду пользоваться вот этой своей. Потому что теперь у меня вместо погрызанной жрицы будет целенькое, новенькое. Да. Ну, заказала не такой же. Будет не то же изображение, как здесь. Потому что таких у них колод нет. Это же какая-то иностранная колода. Не в Украине она печаталась. Но, в принципе, изображение будет другое. Но будет тот же размер, та же плотность. Вот тоже глянцевая. То есть, в принципе, не отличишь. Я надеюсь, да? Вот. Так что вот такие у меня новости. У меня сегодня хорошее. Я хоть устала, но у меня очень хорошее настроение. Получила посылочки, сумочку. Навела порядок в специях. Понимаете? Наелась крабового салата. Красота. Кобели сегодня опять подрались. Ну, балбесы, идиоты, сволочи, гады, мерзавцы, тварюки, кобеляки. Ну, и то они подрались, благо, через решетку. Представляете, умудрились. То есть, через... Такой виск стоит, такой лай. Вышла там, дала, нагоняй всем. Теперь стар лежит тут у меня. Кряхтит. Ну, через решетку-то, слава богу, никаких увечья они друг другу не могли нанести. Но морду, знаете, друг другу с нож погрызли. Потому что этот с опушкой мордой. Господи, мужики, ну вот что с ним взять? Бестолковщина. Сидит, рожа перекошенная. Понимаете? Такой вот балбес. В общем, лучше я вам скажу. Рыжее недоразумение. Ну, зато он в доме теперь. Думаю, ладно. Они же... Понимаете, как? Вот два кобеля друг друга не влюбили. И все. И все. И никаких аргументов нет. Единственный аргумент это стать над ними, двум надавать по заднице одновременно. Понимаете? И контролировать эту ситуацию, разделять. Потому что иначе все равно они найдут причины, да. И причем, понимаете, как один гуляет по двору, другой в вольере. То есть этому нужно подойти к вольеру. Понимаете? То есть они не могут встретиться где-то случайно на дорожке, на тропинке. Не-не-не. Этот специально идет конкретно к вольеру. Значит, старый рыжий. Рыжая сволочь это. Чтобы, значит, устроить потасовку. Показать, значит, свою свободу. Раздразнить, значит, понимаете, кардигана. И довести его до белого коленя. Вот. И устроить драку, естественно. Тут, естественно, тот же ведется сразу. Но я у мамы дурачок. Понимаете? В общем, такой рем стоял. Теперь лежит. В мордоперекошенное до него. Как у него пчелы, знаете. Будь он пчелу съел. Идиотина. Вот так живем. Вот такая моя жизнь, мои хорошие. Вот такая моя жизнь. Да. Как ваши дела? Как ваш день прошел? Расскажите мне. Надеюсь, все в порядке. Обещаю справиться. Завтра с вами обязательно. Сегодня. Ох. Час сорок пять. Без пятнадцати два. А я туда сижу. Понимаете? Значит, завтра. Сегодня. Обещаю. Исправимся. Будут расклады. Проведем блиц. Поэтому давайте так бодренько пишите вопросы. Старайтесь не повторяться. Что-то такое интересненькое, любопытненькое. То, что мы не обсуждали. А еще лучше то, что не обсуждается всеми террологами подряд. Потому что чувствуешь себя, знаете, как будто бы... А ты что думаешь? Знаете, как на каком-то экзамене дурацком. Вообще мне не нравится. Что-то такое оригинальненькое. Давайте, мои хорошие. Давайте что-то оригинальненькое. Вот. Попробуем. Проведем блиц. Давайте. Для вас, мои хорошие. Все для вас. Ну что, нужно все-таки, наверное, рискнуть и лечь спать. Сейчас включу продолжение этой лечебной музыки для отдыха. Для отдыха. И буду лежать, пытаться расслабиться. У меня еще плечо начало болеть. Не знаю. Это плечо, вот сюда левое, с ним у меня какая-то проблема. Давным-давно, однажды, на ровном месте у меня рука повисла просто как тряпка, как веревка. Просто вот ни с чего. А после этого начались какие-то проблемы с суставом. И вот они уже много лет. Знаете, какие? Вроде так ничего-ничего, но я не могу полностью отвести руку. То есть вот до сюда я уже чувствую ограничения. Знаете, вот тут колет, там шпыгает. Я заметила, что это дискомфорт. Знаете, когда я на пляж приехала отдыхать, и мне нужно было руки за голову, да, понимаете, положить на лежаке. И вот так, значит, балдеть. Так вот правой рукой я могу вот так отвести вот туда и балдеть прекрасно себе. Понимаете? А левую я не смогла. Только вот так. И если я лежала вот так руки за голову, то эта рука вот так должна быть полусогнута. То есть у меня нет полной подвижности вот в это. Вот так более-менее, если вот так пустить. А вот выше, все, уже начинает колоть. Понимаете? Ну, в общем, видимо, что-то с суставом. Но начиналась эта история именно с того, что как то ли это было зажат нерв, то ли что-то такое. Вот она просто так вот раз и повисла. И она была как парализована. Я так испугалась. Я еще была на работе, начну смену. И она у меня рука висит. Просто висит. Единственная мысль, которая у меня была, слава богу, левая. Ужас. Вот она мне сейчас опять болит. Опять начинает побаливать. У меня есть мазючка, вот эта вот, которая с японской мятой. Вроде бы, Аня, говорит, неплохо помогает. Вот Анюта там иногда там себе ногу мажет. У нее нога, на, тоже побаливает. В общем, слушайте, сегодня сидели с Натальей и обсуждаю. Я говорю, слушай, по-моему, я старею. Там болит, там колит, там сустав, там голова, там еще что-то. Ну, что-то такое. Как-то очень обидно и совсем это несправедливо. Мои хорошие. Не хочется мне. Не хочется болеть, не хочется рассыпаться, не хочется, чтобы болели руки или ноги, или суставы, или еще что-то. Хочется оставаться молодой, красивой. Вечно. Вечно. Ну, что-то начинает как-то уже хрустеть. Хрустеть начинает. Я еще ее лечила. Я ходила к очень хорошему массажисту, к очень крутому массажисту, который там специальную, там, там у него технология такая крутая. Я в Трусковце, мы ездили в Трусковец, и я ходила к нему все сеансы, как положено, сколько нужно. И нет, все равно, он меня выровнял. Он очень много сделал хорошего. Я после его сеансов, знаете, становилась ровная. Вот попробуйте лечь на пол, на живот. И пусть вас кто-то, и ноги так ровненько поставит, знаете, как пяточки, как пяточки, вот так. И пусть вас кто-то сверху сфотографирует. Вы удивитесь, что у многих будут неровные, будет вот разница, знаете, между двумя пятками на сантиметр или больше, у кого как. Вот у меня тоже была, и у Ани была разница. То есть где-то мы были, знаете, перекошенные. Вот где-то что-то было перекошено. Вот он меня выровнял, а Аню выровнял. Но с плечом ничего не смогли делать, к сожалению. Я не скажу, что оно не дает жить. Но я так понимаю, на будущее это будет проблема. И что с этим делать, непонятно. Непонятно. Да, понимаете? То есть оно как бы, рука вроде ничего, все нормально, да, но она ограничена подвижность. Вот она ограничена. Если спишь на этом плече, на этой стороне, то уже дискомфортно. Уже... В общем, слушайте, это вообще... Это вообще... А дальше что будет? А мне же только 40. 6. 46. Хотела сказать 45. Баба ягодка опять. Все, даже уже не опять. Даже уже не ягодка. А 46? Ягодку пора уж съесть. Так, ладно, мои хорошие, что-то я тут это вот... Разговорилась. Люблю, целую вас. Люблю, целую. Тихой ночи. Тихой ночи. Увидимся. Приходите на канал, пишите ваши вопросы, проведем блиц. Попробуем разобраться с разными ситуациями. А Патрушек все равно сгинет. Туда ему и дорога. Увидимся.